добрый день дорогие друзья вы на канале арт-мастер марианна в этом видео я расскажу вам про свою лампу и вообще в целом про то что происходит в моей жизни и моем творчестве сначала я хочу всем напомнить о том что каждый в пятницу в три часа по московскому времени 15 часов по московскому времени я провожу прямые эфиры на которых мы плетем что-нибудь маленькое там какие-нибудь погремушечки что мы плели мы плели солнышко сердечко грибок в пятницу в последнюю пятницу мы плели грушу вот и и в дальнейшем следующую пятницу я планирую начать плести цифры то есть мы в следующую пятницу начнем с цифры 1 вот но помимо того что я делаю эти маленькие вещи прямых эфирах я планирую делать из них маленькие бесплатные мастер-классы для своего канала ну а большие платные мастер-класса классы пока что пока что у меня задумках только и на данный момент из готовых мастер-классов у меня есть мастер-класс про игрушку-мнушку кубасик вот такая вот вот игрушка и при нее есть четкий подробный мастер-класс в котором озвучены все действия все цвета вот и те кто уже приобрели этот массы мастер-класс уже сплели свои игрушки и я даже уже видела фотографии этих игрушек поэтому мастер-класс сделан качественно и второй мастер-класс который вы можете приобрести у меня на канале это провод в такую вот лампу вот у меня есть первая часть первая часть мастер-класса про эту лампу лежит свободном доступе у меня на на канале мы плетем там пирамидку одну вот и о том как соединить все 19 пирамидок вместе и переплести ногу этой лампы вы можете узнать приобретя мастер-класс про эту лампу вот это это о том что есть на данный момент и теперь значит самая главная новость из-за которой я записываю это видео для своего видеоблога я сплела новую лампу когда я начала ее плести и и тут же мой друг тут же обозвал ее коронавирусом вот и потом когда я показывала ее части на на прямых эфирах мне люди кто был на на прямых эфирах тоже не стали писать что это коронавирус в общем все сразу я крестил и окрестили коронавирусом поэтому я вызывала ее эту лампу весенний коронавирус такой счастливый весенний коронавирус ну потому что когда его изображают на на фотографиях то есть вот эти вот вот сам вирус он такой угрюмо зеленый и печальный а здесь он такой вот веселый и расцветший тоже я ж не знаю довольно саркастично получается такой цветущий коронавирус ну в общем не важно что самое главное я на данный момент прямо на прям таки горжусь этой работой я ее обожаю вот я каждое утро просыпаюсь иду на нее смотреть вот и у меня в голове уже снова начинает зреть зреть новая лампа вот значит ладно про про лампу основная часть лампы сделана из вот таких вот кусочков то есть у меня сплетено их какое-то количество даже уже не считала вот этот вот один кусочек я сплела для для примера вот и они по пять штук по пять штук в круг собраны да они сделан как у обычной моей лампы звездчатый кассайдер точно такой же низ и точно такая же нога вот но что самое главное что я хочу сказать когда я закончила эту лампу вернее даже не так когда я когда лампа была наполовину готова я вдруг в какой-то момент прямо представила себе как как должно выглядеть мое творчество в будущем когда же как должен выглядеть мой магазин есть мечта сделать оффлайн магазин в какой-нибудь стране знаю в какой чтобы там было много всяких таких вот ламп в моих этих развивающих игрушек моих украшений вот ну конечно мечтать не вредно но без без мечты человек не не человек если нет мечты нам двигаться некуда вот и кстати говоря я об этом говорю на своем youtube канале все технологиях притяжения вот в общем я поняла что в моем творчестве должны присутствовать какие-нибудь инопланетные цветы много яркие и какие-нибудь такие ну то есть я понимаю что трудно сделать трудно сплести что-нибудь нереальное да мне есть страсть к цветам я очень люблю цветы и в том смысле не в том смысле что я люблю сажать выращивать поливать там удобрять нет я к сожалению совсем не 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 человек земли то есть я в том смысле что я конечно человек мира и человек земли я не инопланетянка я имею ввиду что что я не люблю вот это все значит вот это все сажание единственные цветы которые у меня выживают это кактусы признаться потому что про них можно на неделю забыть и они от этого не умрут вот в общем в какой-то момент я поймала себя на том что я все время фотографируют цветы и я не могу сказать что я потом пересматриваю что я там хочу их рисовать ничего просто я вижу цветок я его фотографирую и как будто вот этот сам процесс фотографирования дает мне какое-то запоминание меня восхищают цветы их многообразие вот какое-то и конечно и мне хочется принести их свое творчество свод свое плетение но мне конечно хочется чтобы это было что-то такое что-то инопланетное невозможно да невозможно придумать ничего нового если у тебя этого нет в опыте то значит пока в опыте не появится ты это не придумаешь но поскольку я в свою ну каждый из нас поскольку я очень люблю цветы я какое-то время их все время фотографировала я поняла что у меня они сейчас начинают в голове прорастать именно цветами лампами вот этими вот конструкциями вот их в сочетании с объемными геометрическими фигурами которые я обожаю вот в голове все время что-то варится все время что-то расцветает все время соединяются какие-то бусинки все все это там варится в общем прекрасное чувство и вот вот именно в этом я чувствую саму саму вот биение творчество в общем я сейчас такая окрыленная именно потому что я закончила лампу по моему два дня назад вот и уже уже и выложила уже я получила ряд восторгов а самое главное что у меня в принципе даже есть на нее покупатель и этот покупатель мой любимый благотворитель вирджиния который которая совсем недавно прислала мне денег на на покупку новых бусин на которые я тут же пошла и купил я купила себе я поехала и купила себе три с половиной килограмма бусин вы понимаете я я я теперь понимаю что такое что за странные люди художники которые едут и вот значит уходят по этим магазинам где где лежит миллион красок каких-то кисточек это все хочется купить вот когда я прихожу в этот самый свой бусинковый магазин я испытывают ровно то же самое чувство мне хочется купить всего понемножку вот но я понимаю что в моем творчестве вот конкретно вот в таких делах главное количество бусин потому что если задуман задуман какой-то рисунок всех бусин должно хватить потому что в противном случае придется поехать и купить еще полкило ну пакетики там по 20 грамм мне совершенно роли роли не играют вот и то что у меня появилась возможность покупать эти бусины для того чтобы придумывать новые новые лампы которые у меня начали роиться в голове для меня это можно сказать ну прямо настоящее благословение вот и на последнем прямом эфире после последнего прямого эфира вирджиния предложила мне купить мне эту лампу и крайне меня это для меня это вот прямо как такой голос небес давай давай делай делай давай 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 сейчас все сейчас все за это и знаете я сейчас люблю свою жизнь именно за то что это есть моей жизни вот творчество мое собственное которое в которой вот берется отсюда ну я не знаю ничего более более вдохновляющего возбуждающего в моей жизни еще не было вот творчество это то что то что то чем я сейчас живу дышу и ну на самом деле это конечно не так еще и друзья еще есть там спорт какой-то еще есть вокал но но наверное все это было бы гораздо тусклее если бы в моей жизни не было вот этого вот творчество вот что-то я заболталась ну факт то что я это свое творчество очень долго очень долго себе придумывала я начала мечтать о творчестве вот а какой-то такой творческой жизни ну наверное где-то после 20 может быть 8 9 потому что мне казалось что я совершенно заурядный какой-то человек вот и я должна найти себе нормальную работу заурядную да и жить и жить спокойной жизнью вот какой-то ну другой вопрос что трудно себе представить понятие заурядной в принципе потому что мы все мы все уникальные вот и даже даже те которые считают себя заурядным он тоже по-своему у каждого есть какая-то изюминка просто есть люди которые берут эту свою изюминку и и развивают вкладывают мне свою любовь а есть люди которые ну принимают жизнь такой какая она есть и не пытаются этого делать и я счастлива что у меня появилась возможность прямо вот вцепиться вот это в эту творческую жизнь и заниматься только этим вот конечно же я надеюсь что мои лампы будут покупать мои мастер-классы будут покупать ну это уже как вселенная распорядиться сейчас я лампу включу оба на вот так она выглядит во включенном виде что я еще не очень придумала как крепить внутри лампу сейчас вам по просто просто вставлена туда и она под за счет того что патрон и нижняя часть лампочки достаточно большая лампа сама по себе стоит внутри вот но когда-нибудь я решу этот вопрос так чтобы это выглядело более более профессионально что ли сейчас пока что мне хватает только на 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 творчество на решение таких вопросов пока что не хватает но я думаю что все со временем вот и в конце видео я напоминаю вам о том что у меня есть еще еще два youtube канала канал все технологиях притяжения где я говорю азбыч и мечт и рассказываю истории про про то каким образом карты таро влияют на жизни людей то есть каким образом диагностика желание будущего меняет меня направление мышления и соответственно направление в котором человек идет приходите на youtube канал и опять таки вы можете записаться ко мне на пару консультацию все ссылки вы найдете под видео вот и каждую неделю на канале все технологиях притяжения я выкладываю прогноз таро прогноз на следующую неделю каждый понедельник по утрам я выкладываю в общем рекомендую заглядывайте там три варианта расклада для для всех выбирайте вариант расклада и смотрите примерно что что может быть на этой неделе вот а зачем я это делаю когда ты сегодня понятно что эти расклады подходят не всем но когда есть что-то в голове что должно сбыться случиться то есть если есть какие-то цели задачи иногда такие вещи они влияют на 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 восприятие то есть вы выживете с одной мысли да вы смотрите какой-то расклад да и там вам что-то говорят и вовсе не факт что это сбудется тут есть обычно торты обычно карты таро не говорят ничего конкретного да но они дают направление мышлению направление движения вот поэтому в моей жизни эти эти истории уже сыграли определенную роль вот но об этом я буду рассказывать на канале все технологии притяжения в общем на этом я завершаю видео приходите снова на мой youtube канал приходите на прямые эфиры заходите на мой магазин аэромарки мастеров приобретайте мастер-классы пожалуйста пусть в вашей жизни будет много творчества и пусть это творчество дарит вам какую-то такую красивую теплую и уютную энергию вот удачи вам пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok